С 30 августа по 5 сентября в Эквадоре пройдут вторые всемирные кадетские игры, в которых примут участие курсанты высших учебных заведений из более чем 20 стран мира. Организатором соревнований выступает Международный совет военного спорта СИЗМ. На этих играх команда России будет одной из самых представительных. Особые надежды возлагаются на наших легкоатлетов, среди которых немало талантливых спортсменов. Настроение у нас отличное, проделана огромная работа. Началась она год назад именно с этой командой, когда были определены примерные кандидаты в команду, и началась непосредственно работа в вузах. Считаю, что у нас очень хорошие перспективы у нескольких девчонок. Есть очень сильные ребята в беге на 400, 800 и 1500 метров у ребят. Есть два сильных прыгуна в высоту, которые тоже будут бороться за медали. Поэтому, безусловно, мы с очень большим воодушевлением едем на этот старт. Тем более далекая для нас страна, совершенно другая культура. Многое ребята узнают и с точки зрения истории, традиций этой страны. Но я думаю, что мы будем готовы очень достойно представить нашу великую страну и наши вооруженные силы на этом международном форуме. Возглавляет сборную представитель команды легкой атлетики, чемпион Санкт-Петербурга, курсант военного института физической культуры Руслан Путятин. Едем, естественно, с одной целью побеждать. И предистал, чтобы занять наши спортсмены именно с Россией. Мы хотим, естественно, победить в общую команду зачёта. В моём институте военно физической культуры, да? Очень хорошо развиты иностранные языки. То есть каждый курсант умеет разговаривать как на английском, так и на немецком языке. И очень, конечно, хотелось бы пообщаться и узнать, как состоит и физическая подготовка в других странах, ну и вообще, как подготавливать спортсмены к этим соревнованиям. Накануне отъезда российской делегации на Всемирные кадетские игры со спортсменами и военнослужащими встретился первый заместитель министра обороны России, генерал армии Аркадий Бахин. Встреча проходила в Музее спортивной славы Центрального спортивного клуба армии. Товарищ первый заместитель министра обороны, личный состав спортивной делегации в количестве 82 человека для убытия на вторые кадетские Всемирные войны игры по вашему указанию собраны. Полковник Громов. Здравствуйте. Присаживайтесь. Садись. И поверьте, эта работа продолжается. Я желаю вам именно успехов, пускай победят сильнейших. Ну а там уж как получится. Я лично рассчитываю о том, что флаг России и гимн России будут исполняться в первую очередь. Так что вам успехов. Думаю, что и в этом году, и в этот раз мы достойно будем конкурировать. И наша главная задача – это победа. Мы, тренеры, вам поможем, вам терпение, удача, успехов, приумножать славу армейского спорта. Хотелось бы от себя лично и от каждого курсанта, от каждого спортсмена здесь сидящего поблагодарить наших тренеров, наших руководителей и наставников за тот труд, который вложили в нашу подготовку. Я думаю, мы все готовы на высшем уровне сейчас. И мы обещаем, что мы выступим хорошо. Будем стараться победить, занять призовые места. И вознесем нашу страну на высшую ступень пьедестала почета. Хороший призван от команды, потому что Мишка всегда с Россией. И Мишка был на Олимпиаде. Спасибо. В завершение мероприятия Аркадий Бахин вручил капитану сборной талисман, прошедший Сочинской Олимпиады – белого медведя. А каждому спортсмену организаторы встречи подарили олимпийского Мишку – памятный сувенир Игр 1980 года. Очень немаловажно о том, что наше участие в этих всемирных играх, именно по линии военных игр, заключает в том, что основным образом расизма является эта дружба через спорт. Поэтому люди в погонах, люди спортсмены в погонах, достигая определенного уровня своего мастерства и, естественно, принося в копилку, общую копилку спорта, страны несут и двойную за собой ответственность представляют. И еще раз подчеркиваю, величие нашей державы, величие нашего спорта и величие нашего государства. Чего мы им это и пожелали, отправляя их сейчас на эти состязания. Спортсмены-курсанты с большой ответственностью относятся не только к тренировкам, но и к учебному процессу в целом. Все это заставляет тренеров гордиться своими подчиненными. По сравнению с первыми кадетскими играми, сейчас команда на порядок выше по уровню мастерства. Ну, наверное, мне повезло. Очень ребята так коммуникабельные. Помимо спорта, они еще очень хорошо учатся. Есть представитель золотой медали, которая будет выпускаться. Многие учатся только на 4,5. Меня это очень сильно радует. Идет формирование настоящих, прекрасных будущих военнослужащих, специалистов. Как строителей, связистов и работников физической культуры. Все мы будем болеть за наших ребят. Что ж, пожелаем им ярких побед в далеком Эквадоре. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok